вебинар дать просто знать если звук слышно ли поставьте плюс если все нормально со звуком в илья вижу плюс только только ли я меня слышит я вот они отлично хорошо можно начинать но у нас пока немного я надеюсь что остальные либо присоединяться либо им придется смотреть в записи идея сегодняшние сегодняшнего вебинара на воспользоваться свободным вечером и поговорить о том на что не хватает обычно время у нас на тренировках сами знаете в каком темпе там проходит после разминки быстро раздаем тренировки да и мы все ныряем в воду объяснить упражнения время мало и вообще нету времени на то чтобы рассказать смысл этих упражнений какой в чем стратегии этих тренировок вот она есть вот и на мой взгляд задумка довольно интересно она не моя такая сборная солянка total immersion и некоторых еще методик вот о чем я сегодня хотел рассказать мы специально приготовили этот мир этот вебинар только для продвинутого уровня потому что начиная с этой группы по задумке в общем-то тренировок сильно меняется как вы заметили там нету карточек да они пишутся под каждую тренировку это значит что это не экспромт есть какие-то базовые линии которых мы придерживаемся вот о них собственно я буду рассказывать сегодня и собственно когда человек пройдет 16 тренировок базового уровня он сможет посмотреть этот вебинар в записи а может быть через какое-то время его повторим если будет много новичков или что-то изменится у нас постоянно что-то меняется раз в год конечно приходится обновлять я думаю на год нам этого материала должно хватить сегодня тема такая достаточно узкая речь пойдет о скоростных навыках в вольном стиле как мы их развиваем в продвинутой группе как готовимся к открытой воде почему это важно и то они ничего не видят и не слышат кроме то не есть какие-то проблемы дайте пожалуйста знать кого еще есть какие-то сложности звука напишите тогда ищать что ли что меня нет видео но возможно в приложениях возможно в приложениях там действительно может быть видео и нету но на самом деле моя голова вам сильно не нужно даже похоже что это как у тебя да будут слайды конечно будут слайды сейчас вот мы говорили на вступительную закончим разберемся с теми кто слышит не слушает и будут слайды собственно видите первый слайд презентации я думаю что мы теоретическую часть где-то в час уложимся несмотря на то что я рассчитывал на несколько более скоростной режим но получилось материалов много процессы подготовка подготовки все это расширилось так что время на час ориентируйтесь плюс какие вопросы можете задавать по ходу дела я буду стараться на них отвечать так и так что нас сегодня ждет значит что такое скорость и зачем она на вернее как она контролируется на открытой воде как ее измеряют какие ориентиры быстро медленно вообще у пловца есть потому что все это как вы понимаете довольно субъективно нужны какие-то хотя бы базовые вехи до что считать медленным что считать быстрым при каких обстоятельствах да вот об этом поговорим в вариантах скоростных режимах вот и потом я расскажу о том собственно это будет основной частью как тренировать скорость в бассейне как готовиться к открытой воде так что туда приехать и у вас уже было что-то в запасе что можно применять значит первая часть эта скорость в открытой воде и представление о скорости самое распространенное что скорость имеет два компонента это первый компонент это то как мы часто махаем руками машем и второе это как развита мускулатура мускулатура пловца как он хорошо умеет давить на воду сильно сильно вот и от этого считается что получается прирост скорости а не даром тут фотографии майкла фэлпса выложил вот считает большинство что они плывут медленно потому что у них бицепсы и остальные мышцы не такие как у фэлпа это конечно заблуждение дело абсолютно не в этом реальные компоненты скорости они сильно отличаются скорость состоит на самом деле из двух основных компонентов первое это длина грибка а вторая это частота грибка то есть в этом плане да и совпадение действительно частота грибка на скорость влияет вот еще важный компонент это сопротивление воды он в общем-то третий компонент но на самом деле сопротивление воды и длина грибка очень зависимые параметры я здесь сопротивление воды выписал отдельно но надо понимать что это скорее вот просто внутри разных переменных из них сильно взаимосвязаны и длина грибка и сопротивление воды сильно зависит от техники чем лучше вы принимаете положение на боку и длиннее вытягивайтесь да тем меньше сопротивление воды здесь мне естественно заинтересованы снижать сопротивление воды это важнейшие компоненты скорости научились снизить сопротивлению воды получили сразу более такой ощутимую прибавку скорости научились увеличивать длину грибка захват воды подальше осуществить и плавно довести до бедра тоже получили прирост в скорости важно что частота грибка конечно тоже она влияет да и никуда не деться надо учиться это контролировать потому что когда у техника это ваша константа вы во время зарплата во время заплыва вряд ли можете ее сильно изменить как худшую так и в лучшую сторону но лучше можно если сильно устали вы нам знаете техника иногда разваливается вот а вот чистоту грибка вы можете изменять прям внутри каждого из заплывов поэтому это наша педаль газа вот и ей надо учиться пользоваться значит вот у у технической части скорости два основных компонента это положение тела и эффективный грибок да иными словами сказано то что было на предыдущем слайде с положением тела более-менее понятно мы должны быть на боку мы должны сохранять ось который вращаемся и стараться находиться в скольжении оптимальное количество времени так чтобы не прикладывая силу восстанавливаться во время этапов проноса руки да и скольжение мы об этом знаем и в то же время не слишком терять скорость потому что многие адепты вот этого подхода они настолько уделяет внимание вот положению тела и длинным длинным скольжение что в скорости появляются такие провалы минутные моменты мертвые точки как бы их называют этим от момент на dead points мертвые точки что это тоже превращается в проблему когда у нас скоростной режим получается вот такой рваный плывем плывем ускоряемся и сильно замедляемся и нам потом приходится опять ускорять тело это не очень хорошо потому что каждое естественно каждое ускорение это дополнительные усилия наша нам необходимо плыть более ровными циклами да без лишних ускорений и без лишних торможений вот поэтому здесь тоже не все так однозначно у пловца должно быть определенное чувство когда начать следующий грибок где-то . где пора прекратить скольжение иначе вы просто остановитесь остановитесь и придется заново себе разгонять что касается эффективности грибка на то есть много интересного это пожалуй тот навык который мы развиваем исключительно на продвинутом уровне из нашими выездами вот на море мы тоже стараемся там этим заниматься более подробно новичкам это контролировать очень тяжело если с положением тела вы знаете как только мы начали делать молнию уже в общем то какое-то положение тела у нас плюс-минус появляется скользкое такое с небольшими сопротивления то эффективный грибок эта штука которая требует гораздо большего большего профессионализма и навыков вот поэтому мы этим занимаемся уже в основном ближе к продвинутой группе и вот поэтому вы здесь собственно и находит что мне хотелось бы именно с вами это обсуждать чтобы если были бы вопросы они все были по темам и что мне бы не хотелось мне не приходилось объяснять то что остальные не знаю не хочется чтобы это расценивались как какой-то дискриминацию тех кто новички там или тех на базовом уровне просто у них свое а здесь совсем другое вот поэтому что значит эффективный грибок одним из очень важных критериев пловца да сколько он проплывает за каждый грибок вот один из таких параметров хороших считается что если человек проходит 60-65 процентов своего роста за каждый грибок да то он находится на хорошем любительском уровне эффективность грибка в том числе вот за счет прохождение определенная определенной дистанции равной проценту роста пловца вот и еще одна интересная штука у профессионалов было замечено что если посмотреть относительно относительно дна рука пловца во время грибка стоит на месте довольно был неожиданный вывод свое время когда взялись за изучение техники грибка лучшие пловцы сохраняют свою руку как бы в неподвижности относительно дна бассейна то есть если сказать иными словами то пловец как бы проплывает мимо собственной руки а это означает вот особенно для новичков кто только начинает плавать да что ни в коем случае нельзя прикладывать всю силу которая у них есть во время грибка потому что тогда происходит срыв воды появляется турбуленция появляются брызги и пузырьки и грибок теряет эффективность я вот ребятам на продвинутом курсе на море рассказывал что когда мы участвуем в соревнованиях я могу определить с какого уровня пловцом я сталкиваюсь когда я их догоняю если я вижу что я догоняю человека и вокруг него очень много пузырьков летят брызги когда он плывет да я понимаю что я рядом с ним вряд ли надолго задержусь рядом с этим пловцом если у этого пловца пузырёчков немного что я вот даже их не всегда вижу там они появляются на эпизодически скорее всего за этим пловцом можно дать чуть-чуть подержаться вот может быть подраптить из сэкономить силы вот если пузырьков практически нет вот один пузырёчек второй пузырёчек возникает я понимаю что это соперник что нам с ним надолго и скорее всего придется побороться так просто его не обойтись и это очень хороший критерий на самом деле один из тех критерий которые работают практически всегда на длинных дистанциях конечно потому что у спринтеров все сильно по-другому на длинных дистанциях это абсолютно всегда соблюдается у профессионалов нету ничего лишнего потому что на произведение пузырьков на то на то чтобы делать во время грибка звуки и турбулентность в воде уходит энергия это та энергия которую вы могли бы потратить на иные вещи на продвижение вперед в воду профессионал выдыхают конечно почему они не выдыхают аж выдыхают мы разве где-то говорили а то а пузырьки не ну слушайте имеется ввиду в этих пузырьков никогда не увидите они так быстро уходит наверх речь идет о кавитационных пузырьках которая возникает во время того когда вы болтаете ногами когда плюхаете свою руку в воду это целые облака пузырьков последите за своими коллегами когда вы находитесь в воде вы сразу все заметите не но я не говоря о том что мы как акула можем плыть вообще ничего не производя иначе у нас была бы совсем другая эффективность движения в воде человек существо неуклюже если его сравнивать с обитательной глубин каким бы мастером спорта или олимпийским даже чемпионом мы не были мы все равно остаемся по сравнению с ними неуклюжими поэтому конечно все наше движение предельно имеет какой-то предел да но вот мои наблюдения они все-таки говорят о том что если грибок стационарной или близок к этому дату человек лишним ничего не делает нет никаких признаков нахождение его лишних в воде ладно поехали дальше значит понятно что пловцу нужна скорость понятно что она может быть быстро может быть медленно у меня к вам вопрос соответственно какие как как вы думаете какая еще критерии скорости могут быть я назвал предположил до что есть быстрый темп есть медленно там какие еще темпы у плотца должны быть пока пока думаете или пишите я хотел бы пояснить да то есть вот когда человек плывет море например приходилось вам плавать да вам так или иначе приходится переключать свою скорость ну может быть когда вы один плывете вы можете себе позволить все время в таком самым легком развалистом темпе пойти никуда не ускоряться но как только вы попадаете ситуацию когда вам надо за кем-то плыть да то ну средний дали я добавил средний цикличный а что такое цикличный ваша это я не очень понимаю цикличный средний да очень логично предпочитет между быстро и медленным есть еще это промежуток абсолютно есть средний минус и средний плюс еще можно сказать вы не ошибетесь ладно не будем вас томить с перепадом быстро медленно но это же не сказать что эта скорость цикличная если такой именно определение скорости как цикличными кажется такого такого параметра нету может быть темп цикличным да когда мы стараемся заверну как бы менять его циклично да и немножко другой про другое вообще да вот и второй вопрос а как а как вообще нам контролировать скорость когда вы плывете на открытой воде если мы плывем в бассейне да для нас есть хотя бы дно там вот плитка который мы проплываем и мы можем по плитке замерить свою скорость а как быть а как быть открытой воде кто не сталкивался с этим по каким ощущениям по каким параметрам по звездами не знаю кто-то может gps им пользуется как мерить и свою скорость на открытой воде когда плавайте есть у кого-то опыт так как то кстати не интересно нас опытные есть так андрей ну-ка рассказывает и как меряешь в этом по уровню утомляемости ага ну да можно можно так но утомляемость дело в том что утомляемость возникает не сразу вам придется проплыть как минимум сто метров а андрей я перепутал там у нас два андрея 2 еще видимо не подключился или уже не подключился ладно окей вот тут к сожалению да у нас илья похожий единственный кто плавает на открытой воде из присутствующих я имею ввиду смотрите есть такая штука которая называется шкала шкала борга я не знаю слышали или нет других дисциплинах других видов спорта она тоже применяется и так или иначе вот то что сказал илья это похоже на самом деле на определение борга не ошибаюсь это был шведский ученый там который изучал спорт вот вот он придумал этот эти критерии по-английски это называется как рейтов персилит эксершен rp и сокращается и вообще ее именно так принято сокращенно обозначать обычно вот у пловца так вот принято делить около пяти разных режимов скорости и увы жалко что у Тани так получилось ну надо написать что можно будет посмотреть в записи вот значит давайте начнем по по порядку все эти скорости которые здесь описаны понятно что это не спидометр это ваше внутреннее ощущение следует из названия субъективная оценка да вы смотрите по уровню физической нагрузки и вы можете определять эту скорость только тогда если вам много раз с ней приходилось встречаться ранее да если вы неопытный спортсмен то скорее всего у вас так и будет медленно и быстрая скорость вот где-то на уровне безупречная там и финишная вот что кстати так и случается с начинающими кто у нас приходит на продвинутом уровне у них естественно этих пяти скоростей пока нет они должны со временем сформироваться значит что такое первая скорость самая медленная мы ее называем условно безупречная почему она безупречна потому что это обычно та скорость которым люди начинают плавать гольф когда вам говорят что надо проплыть за минимальное количество грибков как правило это очень очень медленная скорость потому что вы сильно скользите сильно замедляете себя во время во время каждого цикла скольжения и потом снова разгоняете вот когда когда человек плывет по этой скорости ну как правило вот на разминках можно на тренировках ее применять вот эта шкала вернее третья колоночка это места где скорости применяются последняя колоночка четвертая это те сложности которые иногда возникают в этих скоростных режимах вот во время медленного движения основной челлендж это баланс и стабильность потому что может быть помните у кроля есть всегда максимальная скорость у львова пловца но есть всегда и минимальная скорость если вы к этой минимальной скорости приближаетесь то техника начинает разваливаться вам тяжело поддерживать равновесие особенно если вы плаваете например двух ударных ролям это вообще будет сложно вот поэтому это тоже своего рода хорошая тренировка техники когда вы учитесь балансировать на маленьких скоростях не тонуть не заваливаться на грудь слишком рано так далее вот с этим мы сталкиваемся буквально на каждой тренировке дальше появляется так называемая крейсерская скорость вторая по порядку я ее называю джогингом потому что это похоже если вы бегаете то это вот такой разминочный темп если вам лень дома разминаться я иногда когда выхожу бегать я как бы разминаюсь прямо на ходу бегу самым таким вот медленным таким очень комфортным темпом во время которого можно в принципе разговаривать между собой вот и это в этом темпе вы можете бежать бесконечно по сути дела пока вам есть не захочется и пока суставы там не начинают летать вот это вот крейсерская скорость которая человеку плывется очень комфортно и он сам того не замечая в нее обычно попадает когда плывет самостоятельно когда его никто не гонит за ним никто не смотрит не фотографирует не снимает на камеру вот и здесь никаких сложностей обычно нету потому что это для вас и есть самый-самый комфортный режим он чуть-чуть как правило побыстрее чем безупречная скорость так называемая почему потому что естественно вы не хотите двигаться в рваном режиме как я вам там нарисовал да со слишком длинными скольжениями и терять при этом скорость вы все-таки делаете на свой ритм более плавно аллилуйя что-то включилось это не похоже да ура танец с нами ну ладно прекрасно значит третья скорость называется соревновательной и по ней по названию понятно что это уже немножко более быстрый темп движения это тот темп который вам приходится применять либо на тренировках либо когда вы плывете дистанцию с кем-то соревнулись и обычно вы на этой скорости проплывается самая большая часть гонки например если пять километров человек плывет там где-то 70 процентов дистанции четыре километра три километра приходится пойти в этой в этой скорости какая какая здесь проблема это во-первых здесь впервые появляется выносливость да это аэромная такая вещь которая сравнима тоже с легким бегом она легко тренируется в бассейне вот как раз когда вы немножко быстрее своей крейсерской скорости начинаете плавать и вторые сложности в том что в этом режиме приходится плыть очень очень долго и на самом деле важно контролировать свою технику заставлять мозг работать потому что когда мозг привык отвлекаться то вы будете уставать и вместе с усталостью будет разваливаться ваша техника если мозг привык работать работать с точками внимания с точками внимания то вы продержитесь намного дольше практика показывает что у человека первым устает контролировать технику уже мозг а потом уже мышцы перестают получать возможность работать в каких-то режимах то есть техника разваливается не из-за того что мышцы слишком устали а из-за того что мозг устал контролировать надоело ему на самом деле там даже на уровне биохимии есть какие-то процессы они довольно сложные тем не менее наука это уже знает что там происходит так едем дальше скорость финишная тоже по названию понятно как правило это та скорость с которой спортсмен хотя спортсмен сильно сказано пловец проплывает последние там несколько сот метров длинной дистанции на дистанции там полторы тысячи метров это допустим те же самые 200 метров надо пробовать естественно ему логично ускориться если у него силы остались он их как бы дожигает но делает это не превышая там сильно порога своего как это сказать темпа темпа грибков при котором техника еще далеко до того чтобы она развалилась то есть вы начинаете делать грибки более интенсивные более частые но при этом легко контролируйте свою технику здесь главная особенность что появляется скоростная выносливость она часто балансирует на уровне аэробной и анаэробной выносливости то есть мышцы со временем в этом режиме начинает забиваться то есть за 200 метров как правило человек уже мышечная усталость появляется то есть это такой достаточно быстрый режим вот и у хороших пловцов есть еще финишная плюс назовем ее так вот это еще небольшая добавка такой форсаж настоящий можно было ее так бы назвать форсажем то есть это та скорость которую человек не может долго держать априори даже 200 метров это слишком много но иногда это нужно сделать я с этим сталкиваюсь например когда приходится обогнать какого-то соперника на финише то есть вы и так быстро плывете но вы идете голова в голову с кем-то из соперников что делать надо ускоряться еще надо ускоряться вы находитесь на грани развала техники но вы его естественно не переходите потому что если вы перейдете эту грань то вы проиграете уже точно потому что с развалом техники вы реально становитесь медленными то есть сил много уходит а плывете при этом медленнее чем могли бы поэтому знают вот свой ресурс в данном случае очень важно знать поэтому мы все-таки тренируем эти режимы финишная плюс вот этот форсаж на тренировках это может быть 10% тренировок может быть там 15% тренировок если брать в месяц если кто-то интенсивно тренируется то это 1-2 тренировки в месяц вот когда мы делаем засечку на время плавил что метровку например когда мы плывем много болтинников на режиме там 80-90 процентов от возможной скорости в принципе да вот это вот та самая скоростная выносливая скатая которая нам нужна для таких ситуаций так поехали дальше значит какие въехи цифровые результаты я мог бы вам привести потому что название скоростей я дал в чем собственно их измерять в плавании принято измерять скорость не в километрах в час как в тех же автомобилях например а на длинной воде обычно измеряется как быстро вы проходите 100-метровые отрезки имеется ввиду не максимальная скорость прохождения 100-метрового отрезка которую вы можете показать и тут же остановиться вам придется а вот вы плывете там километр из какой средней скорости вы преодолевали каждые 100 метров то есть скорость как бы усредняется вот здесь я несколько этапов развития от нулевого этапа потом здесь вот максимальный этап назовем его так развитие пловца нулевой этап случается когда вы если помните у нас есть такая пятнадцатая тренировка где плывется что-то типа зачетного упражнения обычно это интервальная тренировка где вы проплываете 4 по 100 первый раз в жизни с интервалом 3 минуты 3 минуты дается обычно новичкам ну вот иногда я сокращаю если я вижу что человек как бы тянет и может быть быстрее но в среднем в среднем у нас новичок который заканчивает базовый уровень вот он плывет со скоростью 2.30 эти 100 метровки причем заметьте это не крейсерская скорость это его финишная скорость он работает на своем по сути пределе и часто даже этот предел преодолевает потому что волнение потому что это первый раз вообще нет привычки плавать с такими режимами вот это очень любопытное упражнение и где-то вот в районе 2.30 человек плывет эти интервалы и получает тогда еще 30 секунд на отдых это нормально как раз вот именно это мы ждем примерно от человека на выходе из базового уровня плюс-минус там может чуть медленнее, может чуть быстрее не важно вот дальше следующий этап когда наша финишная скорость приближается к 2 минутам имеется ввиду что имеется ввиду что вы вот уже прошли несколько тренировок на группе и здесь прогресс обычно очень быстрый вот это любопытно наблюдать что люди которые только что пришли из базового уровня начали тренироваться с помощью упражнений типа гольфа начали иногда плавать интенсивные интервальные тренировки тренироваться в гипоксическом режиме наши горки делать вот эти 30 секунд они исчезают практически мгновенно меньше чем за месяц иной раз опять таки это конечно очень субъективно бывает но мои наблюдения они вот такие прогресс здесь чрезвычайно быстрый почему он быстро потому что вот эти два тридцать это прежде всего неумение 30 секунд обычно добавляется 50-50 из-за того что человек это делает впервые он еще не привык к таким режимам он слишком быстро преодолевает режим где надо было бы остановиться и у него техника разваливается а вторые 50 процентов приходится на то что у него слишком маленькая выносливость быстро наращивается и он уже привыкает поэтому проплыть 100 метров за 2 минуты пловцу у которого техника в порядке не идеальная но хорошая допустим а с плохой техникой мы никого не пускаем в продвинутую группу поэтому это сразу гарантировано вам вот 2 минуты на 100 метров это довольно довольно несложно получить если вы конечно тренируетесь регулярно вот и не пропускаете занятия дальше какой следующий режим следующий режим он очень интересный когда у вас действительно кроме финишной скорости появляется наконец таки опыт движения на более длинных дистанциях поначалу это средняя дистанция там 200-300 200 на самом деле считать с короткой дистанцией даже но для нас мы все таки так субъективно и чувствуем поначалу уже как что-то более длинное 200-400-600 метров вот это уже можно считать классической средней дистанции появляется возможность показывать ту же самую скорость как 2.30 была финишная она вдруг у вас становится крейсерской то есть это вот то как люди плывут в комфортном режиме комфортном режиме довольно длинные дистанции если вас попросят ускориться то вы можете ускориться и до двух минут то есть соревновательная скорость становится в районе двух минут и это кстати очень важная веха развития мы о ней немножко поговорим потом я объясню почему именно двухминутный соревновательный режим так выделяется среди пловцов вот дальше конечно вот финишную скорость мы тренируем мало поэтому здесь даны очень ориентировочные такие времена у вас может быть например одинаковая соревновательная скорость но очень разная финишная скорость потому что у одного спринтерские какие-то склады есть ума, тела, характера а у другого вообще короткие дистанции вообще раздражают и со скрипом он соглашается плавать на них вот как Маша например как я помню вот соответственно это очень ориентировочные параметры то есть обычно ну насколько вот я помню наши спортсмены, наши пловцы могут если они плывут длинные дистанции со скоростью 2 минуты то 100 метров они где-то минуту 40 на максимальной скорости проходят это хороший такой нормальный результат вот дальше следующий режим дальше следующий режим когда мы учимся преодолевать двухминутный барьер на длинных дистанциях видите желтой полосой выделена именно соревновательная скорость третья да почему потому что это та скорость которой мы двигаемся большую часть время на соревнованиях на тех заплывах которые для нас приоритетны там где мы чувствуем какую-то ответственность что ли вот поэтому конечно мы меряем в основном успехи свои на длинных дистанциях не по крейсерской скорости и не по финишной точно а именно по соревновательным вот соревновательная скорость следующий этап после двух минут это минут сорок минут сорок здесь прогресс сильными более медленной да потому что вы по сути уже исчерпали такие быстрые штуки как то что вы не привыкли уже привыкли уже имеете опыт заплывок на средние длинные дистанции да здесь надо серьезно улучшать свою технику и работать над выносливостью это еще не очень быстро поэтому прогресс вот между двумя минутами и минуты сорок он заметно медленнее чем до этого обычно идет вот дальше появляется у вас уже финишная скорость вы понимаете что вы не на пределе работаете и в то же время плывете очень быстро вот это приятно потому что у вас уже в вашей машине количество передач увеличивается постепенно да у вас не только крейсерская соревновательная и предельная скорость а есть еще какой-то промежуточек где вы можете переключаться именно контролировано вот и 100 метров обычно такие пловцы плывут ну где-то минут 15 минут 20 кто-то чуть медленнее кто-то чуть быстрее я недавно недаром вот пунктиром выделил прямоугольничком да то что является нормальным уровнем хорошим уровнем для любительского плавания то есть на начальном уровне вот это здесь такой средний любитель да средний любитель 2 минуты 100 метров и продвинутый любитель это минута 40 на 100 метровку на длинной дистанции вот и за эти пределы выходить довольно тяжело вообще надо быть мастером чтобы за несколько лет там плавание не научиться плавать плавать за 2 минуты какие-то дистанции и в то же время тяжело надо много реально тренироваться много сил тратить чтобы плыть быстрее чем минуту 40 на длинной дистанции тут мы уже начинаем приближаться к уровне мастерства сравнимому с профессионалами это не значит что нет любителей которые так плавают их очень много таких любителей но тут просто это те люди которые посвящают этому гораздо больше времени ставят перед собой амбициозные какие-то цели им это нужно для чего-то иногда не до конца понятно для чего но вот нужно вот и тогда соревновательная скорость она может быть настолько высокой как минуту 20 то есть люди раньше и финишник такой скорости не имели а тут они могут держать минуту 25 километров это круто на самом деле это уже раньше когда я начинал плавать например эти люди могут обычно приблизиться к барьеру минута минута на 100 метровку на финишной скорости на своей максимальной по сути скорости вот и это уровень как вам сказать раньше в мое время когда я начинал плавать это было уровнем мастера спорта сейчас это далеко не так сильно ушла вперед техника во первых поэтому техника нам позволяет приблизиться к этому уровню не будучи еще профессионалы профессионалы уже ушли дальше у них уже 50 секунд уже все про минуту они забыли либо это может быть какой-то профессионал но не кролист я вот был брасистом но я никогда быстрее минуты не плавал мое время как раз в лучшие годы когда я выступал за университет она была где-то в районе минуты с копейками вот значит на что надо еще обратить внимание это может быть с небольшим разочарованием для вас но это правда если вы хотите плыть на море с той же скоростью как в бассейне то вам надо прибавить от 10 до 20 процентов к своему типичному времени поясню если вы в бассейне плывете две минуты на 100 метров это совсем не значит что вы плывете с такой же скоростью потому что когда вы приходите на открытую воду у вас нету бортика понятно? то есть а без бортика вообще говоря плывется медленнее 20 процентов это для тех кто хорошо разворачивается например кувырком умеет разворачиваться 10 процентов для тех кто плохо разворачивается и делает это неэффективно но какие-то потери все равно всегда есть всегда есть потому что самое эффективное что можно сделать в бассейне это толкнуться от бортика никто не умеет так грести руками как толкаться ногами от бортика так ну что ж поехали дальше значит что такое две минуты почему я выделил это как важный режим который вообще позволяет вам чувствовать комфортно везде на море когда вы один плывете ради развлечения или когда участвуетесь на каких-то любительских соревнованиях во первых потому что вы никогда не будете приплывать последним всегда будут люди которые плывут на соревнованиях хуже чем 2 минуты это правило даже на серьезных соревнованиях не все плывут 2 минуты на суметру во вторых ну вы сможете еще даже кого-то обгонять здесь примерно время за которое вы будете преодолевать или на дистанции человек который плывет 2 минуты на 100 метров 100 метров ой извините километр проплывает за 20 минут 3 километра за 1 час видите какое ровное время и это собственно и есть сравнение вот отсюда что это примерно равно медленной ходьбе но представьте что вы плывете вернее идете 3 километра в час но это очень такой расслабленный режим ходьбы прогулочной да то есть вот как раз это и есть та скорость прогулочная кто-то идет по берегу медленно а вы рядом с ним плывете значит дальше на 5 километров вот у вас будет результат час сорок и десятка олимпийский вариант а это намного сложнее конечно чем километр проплыть это совершенно друг качественно другая дистанция даже 5 километров сложнее 10 намного сложнее это 3 с лишним часа 3.20 при той же самой скорости так значит как нам эти уровни тренировать в бассейне это вы все здесь присутствующих можно кроме Евгения знаете что у нас есть такое любимое упражнение которое называется гольф о нем написано на самом деле у книжки в Лафлина вот мы его оттуда брали давным-давно пять шесть назад сами много на себе экспериментировали много читали много слушали того же Лафлина его материалы которые он распространял по подписке вот вот впервые у нас это упражнение встречается на шестнадцатой тренировке по карточкам на базовом уровне и вот шестнадцатая тренировка это как раз подготовительная как мы ее расцениваем уже к продвинутой группе вот напомню что это такое на всякий случай значит упражнение гольф плывется вами довольно таком расслабленном режиме кролем в режиме пять на пять то есть дышите каждые пять грибков и вы считаете количеством грибков на один бассейн и у нас появляется такой параметр как SPL по-английски он строк сперленч то есть количество грибков на один бассейн и вы постепенно начинаете привыкать что у вас например уходит на один бассейн ну скажем там от 19 до 20 грибков или от 17 до 21 грибков у всех очень по-разному этот диапазон меняется обычно это не две цифры 19 и 20 это сильно зависит от того с какой скоростью вы плывете какую дистанцию вы плывете вот чем больше дистанция тем естественно вы устаете и тем тяжелее вам будет эффективно то есть упражнение гольф становится для нас своего рода лабораторией эффективности вашей техники в бассейне значит есть подсказки я теперь ношу распечатанный вот этот график на тренировках можно посмотреть его ну и здесь соответственно я тоже его привожу значит здесь есть ориентиры и каким может быть диапазон грибков на бассейн в зависимости от вашего роста люди не очень высокие там метр шестьдесят у них соответственно количество грибков на один бассейн получается больше чем у людей высокий ну давайте возьмем пример метр шестьдесят нижний диапазон 18 нижнее количество грибков это минимально считается когда вы плывете медленно и когда вы плывете быстро или на длинную дистанцию плывете там вот где-то 22-23 к на один бассейн это считается нормальным но для двухударного кроля здесь переведенные цифры они касаются именно двухударного кроля если вы плывете шести ударным и сильно молотите ногами это особенно естественно вы можете уехать вот сюда вниз достаточно далеко и 14 здесь может быть и 13 даже при небольшом росте вот но когда вы начинаете экономить силы когда вы переходите на двухударные силы то количество грибков на бассейн возрастает и никуда с этим не деться это нормально вот поэтому не пугайтесь так оно должно быть так что прошу вот как бы относиться к этим цифрам очень спокойно если ваш рост и диапазон грибков не совпадает с тем что здесь приведено ничего страшного точность того что здесь нарисовано это вот плюс-минус километр поэтому но лучше вот такая точность чем совсем без ничего поэтому за этим мы можем следить и применять значит как мы тренируемся когда мы начинаем плавать гольфом когда мы начинаем работать со скоростью с эффективностью техники и так далее у нас появляется вот такого рода тренировочки где написано что мы плывем например 8 по 25 вольф 5 на 5 4 по 50 потом или 2 по 100 в конце да то есть мы начинаем обычно с коротки с коротких дистанцев когда у нас когда мы близки к нижнему диапазону находимся вот здесь где то да и потом начинаем плыть более длины дистанции 50 метров и 100 метров например и тогда у большинства людей происходит смещение смещение эффективности немножко в сторону второй половины второй половины диапазона это очень хорошо потому что мы изучаем себя мы изучаем свою технику так оно и должно быть вот не надо пытаться подходить упражнению гольфа я заметил что есть такая тенденция что это что-то типа установки рекорда гиннеса что мы должны поставить рекорд как минимум лично лучше рекорд группы аквалибриума на количество грибков это совсем не так это вот как когда вы плывете 100 метров вам конечно хочется приплапывать быстрее всех но основная задача понять с каких уровней с каким временем вы начинаете тренироваться чтобы потом это время как-то улучшать контролировать в зависимости от скорости от усталости и так далее так же и надо относиться к количеству грибков на один бассейн почему кстати 5 на 5 меня все время спрашивают а почему 5 на 5 а не 3 на 3 например 5 на 5 это комфортный режим потому что очень просто считать если вы на бассейне например вдыхаете три раза это значит что вы проплыли сделали 15 грибков потом еще сделали несколько грибков без вдоха скажем 3 до конца бортика и вот у вас получается 18 всего очень просто если вы чувствуете что этот режим не для вас то в общем то никакого криминала нету плавать 3 на 3 здесь это не фридайвинг нам на самом деле эти гипоксические режимы не так важны как в фридайвинге почему все таки они полезны они бывают полезны потому что когда мы приезжаем на море мы не всегда можем плавать 3 на 3 как мы привыкли это делать в бассейне кто не сталкивался с ситуацией когда не мог на море эти 3 на 3 поставьте плюсики кто был или я плавал когда ничем не получалось нет ага значит вот видите это для вас новость но смотрите на море есть волна всегда есть вот Таня кстати молодец потому что Таня точно плавала вот когда есть волна мы не можем дышать в сторону волны иначе сразу получаем соленой водой в рот себе когда есть ветер это тоже плохо то есть вот мы против ветра не очень хорошо дышать потому что волна как раз дует оттуда не всегда мы можем дышать в сторону солнца да, глаза слепит и наоборот если мы плывем вдоль берега что для того чтобы комфортно ориентироваться почаще смотреть на ориентиры нам лучше дышать в сторону берега а как дышать в сторону берега но у вас выбор не очень большой либо вы дышите 2 на 2 либо вы дышите 4 на 4 на самом деле 2 на 2 это очень некомфортно через раз дышать но это слишком а 4 на 4 это уже немножко гипоксический по отношению с 3 на 3 режим то есть поэтому когда вы тренируетесь 5 на 5 вы как минимум уже спокойно на море поплывете 4 на 4 всегда вообще без никаких проблем поэтому плаваем в гипоксические горки когда у нас вообще есть более еще серьезные режимы вы понимаете что ваших ресурсов организма хватит и на 7 на 7 и на 9 на 9 и так далее приезжайте на море и плывете так как вам позволяет условия вот значит помимо гольфа обычно в тренировку я включаю еще и средние дистанции начинаются они обычно 200 метров и с с вашим с вашим опытом увеличивается потом 400 метров потом 600 потом километр и так далее вот то есть мы как бы пристреливаемся мы понимаем какой наш диапазон на упражнение гольф и потом мы пытаемся этот диапазон не нарушать плывя более длинной дистанции это очень важно понимать когда вы переходите от упражнения гольф к тому же к циклу где надо проплыть несколько раз по 200 метров ваша задача не вылезти из диапазона не сломать технику не переусердствовать и если вы плывете там вот в диапазоне допустим в том же как я рисовал здесь до 23 грибков на бассейн постарайтесь на длинной дистанции из него не выходить плыть 22 или 23 не ухудшая ну естественно для более высоких людей соответственно это будет 19 где-то на длинную дистанцию кладь вот так вот смысл в этом значит какие цели просто изучить свой диапазон на этом уровне и научиться его сохранять вот технически мы стараемся это совмещать со снижением интенсивности работы ног то есть это длинная длинная история которая нас ведет в конце концов двух ударной техники вот к сожалению у меня пока не получается организовывать выделя такие вот интенсивы чтобы мы приходили и учились двух ударной техники поэтому мы пока стараться постепенно двигаться к двух ударному прямо во время тренировок то есть выполнять это простенькие вещи и следя за ногами рано или поздно сами придете к этой технике никто от ними не проходил но для этого конечно надо регулярно тренироваться и сама по себе она обязательно придет просто нужно управлять вниманием значит следующий этап когда мы уже определили свой диапазон рабочий быстро он не меняется никто не в другую сторону он не растет не уменьшается то есть вы будете какое-то значительное количество время находиться внутри своего диапазона пока конечно у вас уровень мастерства не вырастет сильно но это произойдет через полгода через год а дальше мы должны маневрировать внутри этого диапазона осознанно управлять этим диапазоном значит появляется друг другого качества упражнения кое-кто до них дошел саша муницип например остальным пока еще нет но скоро им перейдут значит тут получается такого рода цикла мы плывем например как в первом упражнении здесь написано 3 раза по 25 метров это первая часть цикла вольф плывем и стараемся проплыть эти три бассейна в таком режиме самый эффективный в нашем диапазоне то есть из пл 0 допустим вы можете если мы вернемся к этому диапазону допустим возьмем 20 вы можете плыть 20 это довольно эффективное для вас количество грибков тогда вы начинаете с 20 второй бассейн проплываете за 21 грибок и третий бассейн приплываете за 22 причем это должно попадание должно быть 100% это не значит что здесь плюс-минус 1 а здесь плюс-минус 2-3 нет задача научиться переключаться настолько точно что вы точно будете вот именно так 20, 21, 22 поэтому здесь несколько повторений это не очень сложно если вы на первом этапе действительно хорошо поняли где ваш диапазон лежит проблемы в них не возникает такие же упражнения плаваются гольфом на более длинных дистанциях на полтинниках например здесь как мы плывем полтинник уже без установки туда плывем в режиме 18 например обратно возвращаемся в режиме 19 это вообще большинство из вас даже если не будут ничего контролировать вы все равно так и плаваете здесь вы за этим следите и старайтесь не нарушать следующий режим чуть-чуть более сложный вы уже первый бассейн на полтиннике увеличиваете количество грибков на единичку а возвращаетесь уже там если начали допустим 19 возвращаетесь уже 20 грибков это немножко сложнее потому что уже на первом бассейне надо дать большее количество грибков и вот здесь встает вопрос а нафига вообще мне нужно плыть с большим количеством грибков если я могу плыть с меньшим странно да это очень интересная штука потому что мы естественно плывем на том же техническом уровне не нарушая его тем же уровнем техники что и раньше все равно у вас есть фаза скольжения все равно вы делаете пронос плавным не бросая руку без пробросов старайтесь не делать брызги пузырики и если вы вот это все сохраняете сказано все технические аспекты остаются на том же уровне что и раньше тогда главным результатом того что вы прибавили один грибок на бассейн становится увеличение скорости и это и есть цель контроля вашей техники и количество грибков мы научимся переключать скорость вот таким вот интересным образом просто увеличивая количество грибков на бассейн вот саша мыльцев сейчас две тренировки отплавал у него это очень хорошо получилось у него хорошо получилось контролировать свои ускорения вот и в общем эта техника проверенная хорошая дает результаты более сложная вариант здесь вот последний более сложный вариант упражнения когда мы плывем уже 100 метров куда мы плывем допустим первые 25 метров за 18 второй и третий бассейн 19 и последний бассейн делаем ускорением соответственно проплываем за плюс 2 вот поначалу будете ошибаться но если проплывете это несколько раз потратить немножко времени то попадание будет сто процентов вот как результат этого этапа вы получаете возможность ускорять свое движение без какой-то видимой потери техники вот на уровне на уровне работы с двух ударным кролем мы будем стараться здесь использовать ноги только для вращения тела мы понимаем что мы движемся и скорость нашей не зависит от интенсивности работы ног а ноги преимущественно работают для того чтобы повернуть тело вот и тогда если это получается мы переходим уже на 4 4 ударный кроль записывать как 4 бика что такое 4 ударный кроль это значит что вы сделали 2 удара как 2 ударного кроля и еще поболтали в промежутке вот это вот попадание в промежутке обычно нужно для того чтобы сохранить равновесие которое само по себе у вас еще пока не держится вообще для хорошего плавания двух ударным стилем нужно как ни странно естественно техника и чувство равновесия потому что ноги выключены а ноги их главная функция как ни странно это держать тело в определенном положении то есть здесь мы их выключили соответственно тело уже никакой внешний фактор в этом положении не держится поэтому чуть-чуть сложнее приходится не сразу двух ударный обычно люди переключаются а сначала проходит через этап 4 ударного кроля вот с этими промежуточными поболтываниями что дальше дальше мы начинаем тренироваться с темпо тренерами значит темпо тренер если кто видел это такая маленькая машинка которая цепляется рядом с ухом и работает по сути как метроном то есть она пищит в нужный момент и мы можем сделать следующий гирбок тренируется как в бассейне с ним так и в море но особо эффективен он именно в бассейне потому что в море гораздо меньше упражнения можно плавать с ним в бассейне масса всего это очень эффективная штука значит единственное что по своему опыту могу сказать не надо его цеплять на резинку в море я к сожалению свой темпо тренер потерял таким макаром лучше особенно если плаваете на море в бассейне как угодно если он отцепился ничего страшного в бассейне лучше прятать под шапочку особенно если вы какое-то время его выключаете потому что когда он у вас пищит в ухо ну вы заметите что он куда-то делся а если бы вы выключили и зацепили за резинку очков то все вот так именно случилось со мной я приплыл без темпо тренера был очень расстроен значит как плыть когда у нас на ухе темпо тренер все очень просто вы должны синхронизировать свою технику вместе с его сигналами он дает сигнал каждые допустим полторы секунды или каждые две секунды или каждую секунду и в этот под этот сигнал вы должны производить движение какое движение чаще всего что делают вход в руки в воду вход в руки в воду он обычно если у вас техника нормальная совпадает совпадает с вращением тела то есть когда рука пошла вниз то и тело тоже начинает вращаться поэтому это хороший момент хорошая точка отсчета альтернативой может быть начало грибка на самом деле ровно то же самое когда у нас тело вращается именно вращение тела запускает грибок так что тоже так можно или как вариант привязка к бедру очень хорошая практика я всех рекомендую когда попробовать да вот именно считать в гольфе и синхронизировать движение именно по движению бедер очень интересная штука значит какие упражнения мы будем плавать а так пока не по упражнения давайте про вообще почему именно темпо тренер да и почему собственно гольф и где тут скорость но где тут скорость понятно да мы вроде как договорились что когда мы контролируя технику увеличиваем количество криков на бассейн главным результатом этого становится именно скорость значит откуда возникает темпо тренер представьте себе вот такой пример вы плывете 20 грибков на 25 метров на один бассейн с темпом 1,6 секунд на каждый грибок выставляете эту скорость на темпо тренер и так двигаетесь дальше простая арифметика умножаем 20 на 1,6 получаем что один бассейн вы преодолеваете за 32 секунды будем считать что это ваш темп там допустим тоже крейсерской скорости или соревновательной скорости не так уж и важно на длинной дистанции тогда 100 метров вы преодолеваете умножаем предыдущее число на 4 4 бассейна плывете следовательно 100 метров проплывается за 128 секунд а это равно 2 минуты 8 секунд вот вам результат очень близкий к порогу 2 минутного 2 минутного движения на длинной дистанции понимаете почему это важно то есть если вы знаете что вы из 20 например можете сделать 19 без нарушения техники то очень быстро вы можете преодолеть только за счет этого 2 минутный барьер соответственно вот так и так это и работает если если в этом темпе проплывете то можно получить 1 километр где-то за 20 минут проплыть вот ну и так далее я у меня есть для себя я когда-то делал маленький калькулятор для того чтобы считать более крупные дистанции там эти переводе безумные секунды минуты тяжело поэтому я в excel сделал большую табличку которая сама все считает вы только выводите ваш темп и ваше количество грибков на бассейн и у вас сразу все дистанции высвечивается за сколько вы проплывете если вы умеете держать вот такой ритм движения с количеством грибков и с темпом поэтому здесь очень важно вот на этом этапе на третьем этапе когда допустим вдруг вы научитесь сохраняя темп экономить на бассейне один грибочек вот это тот тот момент где мы начинаем играть со своим диапазоном может быть даже не сильно его меняет но уменьшая количество грибков не меняет темп здесь уже вмешивается техника и это сразу же дает очень быстрый результат на длинных дистанциях значит какие упражнения плаваются значит для начала когда вы в первый раз приходите в бассейн плавать с темпо-тренером мы вместе с вами просто засекаем как вы плывете в крейсерской скорости ну скажем 100 метров вы проплываете не быстро а вот в комфортном режиме и я определяю что вот вы сделали там допустим 10 грибков за там 18 секунд например да соответственно 18 делите на 10 получается что каждый грибок это у вас 1,8 секунды потом если мы приходим к выводу что это и есть ваш комфортный режим иногда кстати люди ошибаются немножко быстрее зачем то получается что мы замерили не крейсерскую скорость а финишную в результате вот поэтому приходится немножко изменять темп но в результате мы приходим к вашему комфортному темпу с которого вы начинаете здесь у меня он обозначен как то есть вот мы сначала что делаем сначала мы учимся плавать гольф в этом режиме просто привыкаем к темпо-тренеру привыкаем синхронизировать как бы грибки с темпо-тренером да и одновременно мы привыкаем держать этот темп грибков на каких-то пока небольших расстояний типа вот 50-100 метров вот следующим этапом плавания с темпо-тренером является увеличение времени то есть более медленные режимы если у вас ваш комфортный режим плавания например 1,4 то мы учимся плавать 1,45 да именно вот такими небольшими совершенно увеличениями мы идем 1,45 1,50 1,55 и так далее мы постепенно нащупываем не комфортный вариант а самый медленный вариант в котором вы можете плыть не сломав свою технику тоже очень интересное упражнение и это как раз упражнение на равновесие на баланс как вы можете удерживать технику в странных таких режимах плавая очень медленно очень полезно бывает пару раз такое сделают вот дальше естественно то для чего вообще все это делается это наоборот сокращение мы учимся плавать в скоростных режимах когда мы плывем допустим не 1,4 ваш домашний режим плывем 1,3 1,2 но изменения поначалу делается очень маленькие иногда в сотую секунду и это уже дает вам какие-то другие ощущения вот то есть здесь это обозначено как t минус 0,1 секунды таких допустим мы проплываем 10 штук в результате вы снижаете на одну десятую секунду дельта в одну десятую секунду для новичка это уже заметное измерение особенно если это ускорение вот значит какие какие еще варианты я здесь написал естественно не все варианты на каждом этапе а такие наиболее характерные упражнения и наконец в конце мы должны прийти к более сложному упражнению когда мы проверяем вашу возможность сохранять количество грибков при ускорении темпа это очень интересное упражнение оно сложное поэтому обычно мы его даем уже ближе к концу этого цикла тренировок с темпо-тренерами когда вы например выходите из домашнего режима 1,4 и говорите я в режиме 1,4 могу сохранять допустим 18 грибков на бассейн а теперь берем 1,3 но все равно стараемся сохранить 18 грибков на бассейн потом берем 1,2 и все равно сохраняем те же самые 18 грибков на бассейн кажется поначалу что это невозможно на самом деле это более чем возможно и все из вас это будут делать со временем если будете тренироваться вот это вот и есть тот уровень который вам позволяет переключаться между скоростями совершенно осознанно регулировать это и потом применять на открытой воде собственно цель вот как раз привыкнуть к разным режимы плавания естественно здесь здесь написано только 100 метров и полтинники но на самом деле в любой тренировке всегда будут дистанции встречаться и на этом уровне они будут больше километра уже скорее всего поэтому вы будете привыкать к этим режимам плавания довольно долго поэтому когда получается что вы приходите на море на плавательный лагерь в Дахаб допустим поехали там вы уже плывете в воде с устойчивым навыком чувствуете по субъективным ощущениям по физической нагрузке что это за скорость как долго ее можно держать вот на если говорить о двух ударном режиме то именно вот на этом уровне мы обычно говорим о том что надо синхронизировать движение ног и рук да вот самая перекрестная синхронизация когда левая нога уходит вниз правая рука тоже погружается в воду вот если вы научились на предыдущих этапах нормально убирать лишние движения ног то это происходит почти само собой здесь вот специально вдумчиво синхронизировать ноги и руки не нужно потому что это то к чему они сами стремятся довольно интересно организм как бы нас сам готовит к этой технике значит как какие могут быть режимы у пловца с темпотренером здесь естественно все будет очень индивидуально я привел только один вариант соотношение вашей скорости ваших диапазонов скоростей с темпотренером с темпом грибка они могут быть такими могут быть другими ну почему-то какой-то пример мне хотелось вам дать например если вы плывете 25-ти метровые дистанции с очень низким количеством грибков в режиме 1.6 то есть медленно то крейсерская скорость когда вы поплывете на открытой воде или там в бассейне долго сколько-то там километров скорее всего там может быть 1.4 например если вам нужно ускоряться но при этом плыть долго все равно с повышенной скоростью то это режим 1.3 финишная скорость когда вы уже увидели буйок он уже виден до него там 200 метров осталось тогда вы включаете режим 1.1 естественно включаете без темпотренера вам никто не даст плавать с темпотренером на соревнованиях вот и финишная финишная скорость у более-менее опытных плавцов обычно она выходит за рамки 1 секунды 0.9 у спринтеров те кто любит и умеет плавать там 100 метровки может быть и 0.8 даже вот то есть здесь есть такой пример как дела у элиты плавания возьмем того же Суньяна того кто сейчас является рекордсменом на дистанции полтора километра раньше это была самая длинная дистанция плавания сейчас появилась олимпийская дистанция 10 километров но у меня такое ощущение что там еще не сформировался свой стиль нету своих фигур таких вот именитых которые бы там всего-то не так долго плавает ее вот поэтому пока хорошо изучена дистанция на полтора километра а не десятка со временем конечно будем знать больше и про десятку то как элита ее плывет вот что Суньян плывет каждый грибок в среднем продвигать свое тело на 73 процента своего двухметрового роста то есть на 73 сантиметра его продвигает каждый грибочек вот когда он был на свой рекорд он был в темпе примерно 14 грибков на каждый бассейн 25 метров я немножко изменил вам потому что он был в 50 метровом бассейне но аналогично умножить и на 2 получите соответственно сколько он делал грибков в 50 метровом бассейне вот и представляете себе что вот ставим мировой рекорд ставим мировой рекорд он плыл с темпом грибков 1,1 секунды для вас может быть это не слишком много говорит но я вам скажу что все кто кроме него плыл на полторашку плыли с режимами 0,9 и быстрее никто кроме него не сохранял такие длинные и такие медленные для этих скоростей грибки в качестве домашнего задания попробуйте посчитать за сколько проплыл Суньян полторы тысячи километров если вы то как я показывал арифметику сделать то легко прикинете за сколько он мог проплыть полторашку естественно это не даст вам секунды в секунду совпадения но порядки будут видны так мне осталось собственно теория всего если хотите задавайте вопросы что понятно что непонятно по упражнениям естественно я их буду объяснять заново на тренировках не значит что раз вы их здесь прослушали все теперь всяких объяснений все равно буду все объяснять половину забудете все равно пока дойдете до какого-то уровня но я надеюсь что какое-то понимание контроля скорости и методик методик ее тренировки у вас появилось да близко к 15 минут я вам кстати калькулятор скину потом в чате вот соответственно сможете сможете поточнее прикинуть так что я хотел вам рассказать соответственно у нас определился календарь на осень и соответственно будет очередной выезд до хаб будем тренироваться на открытой воде кто планирует с нами ехать уже можно смотреть билеты сколько стоит я уже начал тоже изучать скорее всего в ближайшее время буду покупать чтобы это было подешевле так таблица с оптимальной сменой для роста это все-таки для двухударного это для двухударного то что вы там видите лучше рассчитывать для двухударного потому что она подготовлена именно ребятами из total immersion они все длинную дистанцию двухударным стилем вот ну прибавьте там вернее вычтите 2-3 грибка получите 6 удары будет то же самое что у нас изменяется у нас появилась тренировочная неделя тренировочная неделя почему мы так сделали потому что у нас появилось достаточное количество людей кто прошел продвинутый уровень мы понимаем что наверное снова и снова проходить один и тот же продвинутый уровень наверное неинтересно слышать ту же теорию опять делать те же упражнения поэтому мы сделали для таких опытных уже людей которые прошли вместе с нами продвинутый уровень специальную тренировочную неделю мы будем тренироваться не два раза в неделю а один раз но зато каждый раз мы будем плыть какую-то длинную дистанцию какой-то маршрут то есть техники там будет мало если у кого-то есть какие-то задумки какие-то идеи в чем усовершенствоваться хотелось бы с техникой конечно мы будем работать я буду это помогать тренировочную неделю я провожу в Дахаве базовый и начальный уровень будет проводить Маша а продвинутый уровень и тренировочную неделю будут проводить я соответственно можно объединять если кто-то хочет и имеет возможность приехать на две недели тогда вы можете сначала пойти на продвинутый уровень а потом закончить тренировочную неделю это конечно будет максимальная эффективность мы специально рассчитали так Чтобы у вас была возможность поучаствовать в соревнованиях, у нас будет два интересных мероприятия. Первый из них это повтор соревнований, которые мы в прошлый раз провели, но на этот раз мы поплывем две дистанции, 2 километра и 5 километров со стартом с лайтхаузом. Нам показалось, что это проще, безопаснее и дистанция 5 километров хорошо плывется из лайтхауза. Ребята это доказали сейчас, они уже первый раз эту дистанцию опробовали на себе, вот на продвинутой группе ее проплыла все эти 5 километров. Поэтому теперь в ноябре мы ее поплывем уже в соревновательном режиме на скорости, есть возможность улучшить свое время. И если вдруг кто-то там может быть с базового уровня, после базового уровня захочет проплыть 2 километра, либо перед продвинутым уровнем если вы не чувствуете в себе уверенности, то лучше конечно проплыть 2 километра. Потому что это не такой длинный запил, 2 километра заканчивается, вернее разворот на 2 километра это Эльгарден, то есть вы плывете до Эльгардена и обратно получается 2 километра. То есть мы будем плыть с разворотами, на этот раз более честно немножко, то есть если есть какое-то течение, то сначала он будет против течения, а потом обратно вернуться по течению. Дата соревнований пока намечена на 3 ноября, но я думаю так она останется. Вот в это время там как раз нормально, это праздники. Вот и второй интересный заплыв мы решили в этом году проплыть первый раз в дистанцию 10 километров. И она будет не в режиме соревнований, а в режиме просто нашего клубного заплыва по предварительной квалификации. Квалификация будет осуществляться как раз на соревнованиях, если вы 5 километров преодолеваете хотя бы за 1 час 50, то вы попадаете, вернее имеете возможность попасть на десятку. Если меньше, то, увы, мы вас не возьмем, потому что там вмешиваются вопросы безопасности. Мы не будем там 10 каякеров растягивать между Блюхоллом и Дахабом. Поплывем сами, скорее всего, потому что у нас несколько людей готовятся к проливам в следующем году, и там будут серьезные дистанции. В общем-то, десятка очень в темы, я думаю, будет для тех, кто в следующем году хочет плыть проливы. Вот, соответственно, старт из Блюхола 12 ноября после завершения как раз тренировочной недели. То есть, получается, как вот здесь в конце продвинутого уровня и в начале тренировочной недели соревнования 2,5 километров, а после тренировочной недели у нас как раз десятка. То есть, вы понимаете намек, то, наверное, десятка это прежде всего для тех, кто на тренировочную неделю, потому что это наши самые опытные пловцы, и для них десятка будет естественным продолжением того, что они и так уже умеют. Пятерка как дополнение можно тоже проплыть, и мы, скорее всего, пятерку будем несколько раз плавать за эту тренировочную неделю. Так что квалификацию можно проплыть не только на соревнованиях, но и просто на тренировочной неделе. Значит, карта выглядит примерно так. Вот, если смотреть десятку, то она здесь хорошо видна. Это в режиме огибания местности, то есть не по прямой, а вдоль берега из Блюхола мы плывем до Лайфхауза. И это и будет 10 километров. А если говорить о соревнованиях, то мы стартуем тоже из Лайфхауза и плывем вокруг всего Дахаба, вот сюда. И потом, соответственно, обратно по этой же линии, по этой же траектории, туда-сюда, как раз получается 5 километров. Если говорить о двух километрах, то они заканчиваются вот здесь. Вот такая траектория, это Ильгардон. Все вокруг Дахаба, только, естественно, 2 километра намного раньше заканчивается. Разворот, вернее, начинается. Значит, мне пришлось сократить немножко вебинар, потому что и так было много вебинаров, материалов. Я собирался рассказать про фокусы внимания, так называемые точки концентрации иногда их называют, о чем думать во время дистанции. У меня просто не хватило времени. Если бы я вам сейчас их предложил, то мы бы еще целый час сидели. Поэтому у меня к вам предложение. Если вам такая форма общения нравится, то мы можем провести еще один вебинар, скажем, через месяц на другую тему. Вот, на тему, например, точек концентрации. О том, как заставить свои мозги наиболее эффективным образом нам помогать во время заплывов. Что они мешали и там болтались туда-сюда из одной мысли в другую. Именно, контролировали технику. Вот, собственно, и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А если нет, то давайте прощаться. Завтра тренировка. Можете приходить и применять то, что сегодня вы слышали. Ну, или в воскресенье. Отлично. Значит, завтра будет запись. Те, кто не смог посмотреть, или кто-то хочет пересмотреть, соответственно, сможете скачать этот ролик. Идите его у себя. Значит, единственная просьба. Давайте это для своих оставим. То есть, не надо распространять этот вебинар за рамки тех, кто у нас тренируется. Это все-таки наша своего рода интеллектуальная собственность. Мы долго с этим страдали. И не хотелось бы, чтобы это ушло куда-то в другие круги. И поэтому, собственно, это отчасти именно для того сделана закрытая группа, чтобы мы сами по этому методу тренировались, а не помогали конкурентам нас обгонять на соревнованиях. Так, возможность совместить тренировки с фридайвингом. Мы специально согласовали расписание тренировок именно таким образом, чтобы вы могли, допустим, вот сюда приехать на фридайвинг, а потом по тренировочной неделю пройти тренировочную неделю. Ну или наоборот. То есть, пройдет продвинутый уровень у нас в плавании, а на фридайвинг пройти в тренировочную неделю. Мы с Костей и Сырой согласовали свои графики, и они будут друг друга... Нет, параллельно нереально, конечно, нет. Две тренировки в день вы вряд ли выдержите, и при этом еще снарялка, это абсурд. Никто так делать не будет. Есть возможность совмещать только последовательно, а параллельно совмещать не получится. Все, тогда до встречи в бассейне. Всем пока. Хороших тренировок. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok